У Мазыры открылся 15-й республиканский кермаш «Палесская скарбница». Его мета – продемонстрировать достигнение мясовой промысловости. Все лета это одна в регионе масштабная выстава, которая проходит в традиционном формате. За ходом о мероприемство сочли наши корреспонденты. На юбилейной выставе каля 50 вытворцев. У основным – мазырские предприемства. До речи, город над Припятю находится у троицы буйнейших промысловых центров региона. Продукцию мазыран добра ведут не только в Украине, а лей далека за ее межами. 74% вытворчасти – единый экспорт. Тому удельники и организаторы кермашу ведают, есть шим гонориться. Гэта на церемонии открытца отзначил и старшиня Гомельского облаканка Магинаць Соловей. В текущем году мазыр мы выделили внимание особое, потому что и в рамках 11-х городов, и на ведение благоустройства вы видите, как мазыр развивается. И, конечно, сегодня это делается благодаря вам, мазыранам, нашим мазыранам, которые сегодня развивают производство. Организаторы зарабили кермаш максимально разностайным. Тут представлены не только досягнение промысловости и бизнесу, а и вырыбы рамесников. Глобальная задача – показать велич и прыгожость мазырского края. Мазырщина – настолько уникальный и красивый край, поэтому всегда мы привлекаем сюда уже и ремесленников, и те организации, которые могут показать культурное наследие этого региона. То есть мы максимально стараемся, чтобы она была разноплановой, чтобы и жители этого города, и региона, и наши иностранные гости, чтобы они увидели вот всю эту картинку и всю эту прелесть белорусского Полесья. Полеськая скарбница протягнется до 15-го жнивня уключна. Выстава рады уже хоровых гостей города, не глядячи на внешние обставины. Утым лику пандемию. Тому и предприемства, и улады разумеют. Перешкод на шляху нема. 34 краины отрымали от Белорусской гандлёвой промысловой палаты заявки на супрацовніство с представниками местовой промысловости и бизнесу. Есть умовы и перспективы для дальнейшего развития. Миколай Скинсиян, Игорь Марышенко, телерадиокампания Гомель.